Глава 10 Глава 10 Известие о гибели брата привело Тхруву в ярость Снарядив боевую колесницу, он отправился на север в город Якшей, Алакапур Вскоре он достиг предгоре Гималаев Там в одной из долин располагался город Алакапур, населенный якшами Бесоподобными существами из свиты Куверы, брата Всеблаговышивы Подойдя к стенам Алакапура, Тхрува подул в боевую раковину с такой силой, что небеса содрогнулись, посеяв смертельный страх среди бесовских жен Бесстрашные слуги Куверы приняли вызов царя людей и с оружием в руках вышли из города, дабы защитить себя и свои семейства Тхрува, коему не было равных в стрельбе из лука, принялся истреблять войско бесов, выпуская три стрелы за один выстрел Целясь в головы бесов, Тхрува не знал промаха Беспощадно побиваемые, якши все же не могли не восхищаться ратным умением царя Словно змея, что бросается на своего обидчика, бесы с удвоенной яростью набросились на Тхруву, осыпая его вдвое большим количеством стрел Сто тридцать тысяч могучих, распаленных гневом воинов, вооруженных железными палицами, мечами, трезубцами, копьями, пиками, бротиками и топорами Во что бы то ни стало стремились сразить Тхруву и его возничива Точно гора, в пору дождей, царская колесница скрылась под ливнем черных стрел За той схваткой с небес наблюдали могущественные волхвы, ситхи И когда тучи вражеских стрел накрыли Тхруву, поднебесье огласилось стенаниями Смерть настигла внука Ману, звезду Тхрувы поглотил черный океан Якшей Бесы уже трубили победу, когда колесница отважного царя возникла вдруг перед ними, подобно луне, из-за туч Звон тугой тетивы и свист стремительных стрел снова заставили сжаться сердца бесов Отважный потомок Ману рассеял завесу копий и дротиков, как ветер разгоняет облака Острые стрелы Тхрувы, сокрушая доспехи, пронзали тела недруга в точном молнии, Койми громовержис Индра раскалывает горы В поле брани устилали расчлененные тела В ушах отсеченных голов, в золотых шлемах и тюрбанах сверкали серьги, А отрезанные ноги и руки напоминали могучие стволы пальм С нанизанными на них золотыми обручами Такому количеству сокровищ, что было рассеяно по полю брани, позавидовал бы небесный царь Оставшиеся в живых, покалеченные и окровавленные, якши в страхе, бежали с поля боя Точно слоны от свирепого льва Премного наслышанный о чудесах Аллакапуры Победитель направил свою колесницу к безмолвным городским воротам Но, вспомнив о бесовском чародействе, решил не испытывать судьбу И велел вознице поворачивать вспять Вдруг его оглушил гул ревущего океана Со всех сторон взметнулись столпы пыли В мгновение ока небо заволокло тучами Засверкали молнии, загрохотали громовые раскаты Свинцовую стеной на колесницу обрушился ливень Но не вода, а потоки крови, гноя, испражнений, мочи и обрубки тел Хлынули с небес на землю Из-под земли, на пути победоносного витязя Выросла исполинская скала С которой на голову государя полетели копья Палицы, мечи, огненные головни и острые камни Из расщелин выползали огнедышащие змеи С красными от злобы глазами Со всех сторон над Хруу неслись бешеные слоны, львы и тигры Точно во время гибели вселенной На землю хлынули великанские пенящиеся и грохочущие волны Грозя в следующий миг поглотить победоносную колесницу Испокон веков бесы славились своей ворожбою И горя тому невежде, кто поддастся их злобным чарам Увидев, что демоны прибегли к колдовству Небесные мудрецы не зашли к Труве, чтобы ободрить его И снарядить оружием противодействия Мудрецы сказали «О сын великого Уттанапады, призови в помощь имя того, кто держит в руках лук-шарангу Призови его, и он уничтожит твоих врагов Ибо он всегда приходит на помощь страждущим своим слугам Имя Бога столь же могуче, как и он сам С его именем на устах ты одолеешь даже смерть» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok